Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава книги пророка Иеремии. Я читаю перевод Луки Маневича для библейского общества «Он был сделан», а я читаю его для библейского портала «Экзегет». Так вот, начиная с этих примерно глав 20-х, в этой книге постепенно длинные поэтические речи сменяются описаниями событий. Но этот переход очень плавный, то есть еще много будет речи, но событий тоже будет все больше, таких прозаических кусочков, потому что сначала мы слышим основную весть, которую несет Иеремия, а потом мы на разных примерах, в конкретных ситуациях видим, как эта весть воспринимается людьми, как правило, очень плохо, но и где, наоборот, они к нему прибегают. 21 глава вроде бы та самая глава, где Иеремию хотят послушать и даже просят о помощи. Вот слово, которое было Иеремии от Господа, когда царь Сидыки, царь иудейский, послал к Иеремии Пашхура сына Мулкии. Не надо путать с Пашхуром, который смотритель храма, у него другой отец, да, там Пашхур сын Эммера, а здесь просто это его тезка. Еще бы тот его избил и в колодки заковал, после этого стал бы Иеремия его слушать. Значит, еще какого-то Пашхуру послал и священника Сафонию, сына Моисии, с такими словами. «Проси Господа за нас, ибо Новоходоносор, царь Бавилон, ведет против нас войну. Может быть, Господь сотворит ради нас одно из своих чудес, и Новоходоносор от нас отступит?» Посмотрите, до сих пор они абсолютно не слушали все, что говорила ему Иеремия. Более того, его били за это, ругались, стремились как-то жить со света. Оказывается, Иеремия-то был прав. Ох, нас что-то не то идет. И они не говорят, слушай, ну извини, так мы с тобой как-то поступили нехорошо, ты не сердись. Они хотят от него чего-то конкретного. Они уже поняли, что у Иеремии есть какой-то особый доступ к Богу, которого у остальных нет. Вот давай, Иеремия, ты там быстренько с главным договорись, чтобы у нас все было в порядке. Ну, станет ли Иеремия таким образом договариваться все его предшествующие, все предшествующие 20 глав и вообще вся его предшествующая миссия, все, что он говорил и делал, было ровно про это. Либо измените свою жизнь, либо оно случится. Они не стали менять, оно случилось. Ну, конечно, хорошее время сказать, видите, я был прав, но Иеремия этого не скажет. Он скажет другое. Иеремия ответил им, скажите, садыки, то есть царю. Царю, между прочим, передает, да, не лично кому-то из своих недоброжелателей, а самому царю, который может его казнить в любой момент. Так говорит Господь, Бог Израиля. И дальше мы хотим услышать, наверное, что-то очень патриотичное, да, то есть, ну, конечно, вы там были плохие люди, но давайте вместе выступим против врага. Бог нам поможет. Он говорит, нет, я отниму у вас оружие, которым вы воюете с царем Вавилона и с халдеями, осадившими стены. Халдея – это, ну, одно из племен вавилонских, ну, так обычно называют всех вавилонин, как там, московитами всех русских. Я соберу их внутри этого города. Я сам, это Господь говорит по словам Иеремии, я сам буду сражаться против вас дланью простертой, рукой могучей, да, длань простертой, это вот вытянутая рука, в гневе, в ярости, в негодовании великом. Я, Господь говорит, погублю всех живущих в этом городе и людей-животных. От великого мора они погибнут. После этого, говорит Господь, все-таки царя Иудея, действующего царя, его слуг и весь народ, всех уцелевших в этом городе от мора, отмечая голода, я отдам в руки Новоходоносора, царя Вавилонского, в руки врагов, в руки тех, кто жаждет их смерти. Царь убьет их мечом, не пожалеет, не пощадит, не помилует. Вообще, челюсть отпадает, когда подумаешь, что это говорит человек своему царю, воюющему с другим царем. Он ему не просто предрекает поражение, он говорит, что сам Господь это поражение обеспечит, что сам Господь будет воевать против них, и что они все погибнут, будут убиты в конце. А народу скажи, да, вот это элите, а народу по-другому. Почему подумаем об этом? Так говорит Господь, я даю вам путь жизни и путь смерти. А у народа есть выбор. Почему? Смотрите, наверное, потому что элита, верхушка, она этот выбор уже сделала. Она уже приняла решение, она уже развязала войну с вавилонинами. Ну, понятно, что вавилонины сами не такие уж лапочки, что они там тоже кровавые, достаточно завоеватели. Но можно было попытаться все-таки с ними договориться. И Ремей был как раз из партии пацифистов, соглашателей, как бы сказали сегодня, или даже коллаборантов. Он стремился сотрудничать с вавилонинами, понимая, что их силой не одолеть. Что можно только постараться каким-то образом пережить их власть, она не навсегда. А эти пытались бороться. Но народ еще не решился. Вот у народа еще есть выбор. Итак, даю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в городе, тот погибнет от меча, голода и мора. Кто выйдет и сдастся халдеям, которые вас осадились, тот останется жив. Жизнь и будет ему наградой. Он призывает простых людей сдаваться врагу. Ибо я обратил лицо моё к этому городу на беду, не на благо, говорит Господь. Он будет отдан в руки царя Вавилонского, и царь сожжет его огнем. Как это можно говорить? И более того, дом царя Иудеи, слушайте слово Господне, дом Давидов. Ну, то есть династия Давидова и нынешние правители. Так говорит Господь. С утра правый суд вершите. Обездоленно вы избавьте от руки мучителя, чтобы ярость моя не разгорелась, как пламя, как пожар, который никто не потушит за все злодеяния ваши. Теперь я иду против тебя, жительница долины, скала равнины, говорит Господь. Ну, то есть те, кто живет в Иудее, Иерусалим. Говорите вы, кто же до нас доберется, кто вторгнется в ваше жилище? По плодам деяний ваших я вас покараю, говорит Господь. Разожгу я огонь в лесу вашем, огонь все вокруг поглотит. Вообще-то очень страшная глава, да? То есть вот то, что мы привыкли называть патриотизмом, это абсолютно другой способ разговаривать со своим народом и с его правителями. А здесь Иеремия говорит самые страшные слова от имени Бога и говорит в момент, когда грозит внешнее нападение. Не просто грозит, оно идет вовсю, да? Потому что правда Божья важнее патриотизма, понимаемого как поддержка своих, понимаемого как разговор о том, что мы самые лучшие, мы всегда победим. Вот не всегда мы победим, мы проиграем. Я вам сейчас объясню почему. Потому что вы противитесь Господу, потому что Господь против вас, а с ним не поспоришь, говорит Иеремия своему царю, его правителям и в конечном итоге своему народу. И в 22 еще добавят.